Привет, друзья! Сегодня у нас мега-ролик, как я и обещал, рассказать о сомалийских пиратах, сказку. Кто-то поверит в эту сказку, кто-то нет. Но моя цель сказать правду, а вам уже решать, верить или нет. Работал прошлый контракт на 4 месяца на сомалийской линии. Три порта Басасо, Барбера и Магадишу. Ну, в принципе, достаточно спокойно отработал. Контракт прошел на ура, не считая, что там очень жарко было все лето. Но мы выдержали эти температурные перепады нормальные. В основном, что я хочу рассказать. Какая там складывается ситуация по поводу самих захватов судов. На самом деле, все это уже давно в прошлом. То есть, сейчас в основном остались только ложные захваты. Объясню, почему. И это не мое именно мнение. Я общался именно с людьми, которые там работают очень давно уже. В том числе люди с охраной. Конечно, я интервью и не мог у них взять. Потому что это совершенно секретно. Но, тем не менее, я сам встретился с такой ситуацией. Произошла она в Аденском проливе. Мы шли в коридоре безопасном. Ну, если кто не знает, да? Есть специальный коридор, по которому мы все сюда идем. В два направления. Суэцкий канал и из Суэцкого канала выходит в Индийский океан. Мы шли в Суэцкий. И навстречу нам шли порядка десяти рыбацких лодок. Но мы их прошли спокойно. Мониторили ситуацию, без паники. А навстречу нам шло другое торговое судно. И догонялось, соответственно, их уже. И буквально расстояние было пять миль. Где-то приблизительно. Как начались срочные зовы о помощи судна, батрулирующего в этом коридоре. Что происходит захват. На мостике там, судя по акценту, я так понял, что там были филиппинцы. Вызывали они раз двадцать. Это судно военное. Порядка двадцати раз. Но, тем не менее, никто им не отвечал. В итоге лодки отступили. После предупредительных выстрелов охранников, которые были на судне. И где-то через полчаса военный корабль стал вызывать и спрашивать, как у вас там дела, ребята. Все ли хорошо. А почему именно так? Мне было очень, конечно, смешно. В тот момент военный корабль, такое ощущение, как трухнул, что ли. Но потом мне объяснили, что все это уже не в первый раз. И просто ребятам, да, в военно-морском флоте, которые работают в патруле, им уже надоели вот эти ложные вызовы. И они реально уже ждут захвата, чтобы уже конкретно двигаться в направлении этого судна. Ну, потому что, если бы они стартанули, да, сразу, то буквально уже через минут тридцать им нужно было опять возвращаться обратно на линию. Так как ребята когда-нибудь вызвали, шли за эти полчаса, сказали, что все хорошо. Пираты, так скажем, да, отступили. И таких захватов сплошь и рядом. Их за контракт, я как бы, да, у нас приходили сообщения стрессы по два стабильно в неделю. И они буквально сразу же в этот день отменялись. Ну, типичные были, так скажем, да, захваты, как бы. Это выгодно кому, вот эти захваты ложные? Именно компаниям, которые, так сказать, обеспечивают, да, охрану судов. Я более чем уверен, что некоторые захваты, вот эти ложные, да, и подход вот этих лодок рыбацких очень близко к судну. То есть дистанция там не ближе 200 метров к судну. После этого уже начинают предупредительные выстрелы делать охранники, да. Они просто нарушают эту дистанцию и, соответственно, происходит вот, происходит вот такие ситуации. Паникеры, которые там на мостике, да, штурмана, отсылают сообщения о захвате. Ну, это как бы положено, да. Если не пошлёшь, то же плохо. Как бы работают все по тревоге, да, как положено. Все выполняют свои действия на автомате уже. Как-то вот так вот. То есть реальных единичных, реально сейчас очень мало захватов, единицы. В основном, если происходят, то грабят индийские деревянные лодки. Их по-английски они называются тхоу. Чаще всего их сейчас захватывают. Забирают там снабжение, последнюю еду. Там и так по 50 харь голодных индусских сидит, да. У них ещё последние самолицы отбирают. А на торговые суда им как бы суваться смысла нету, потому что, ну, они прекрасно знают, что на судне, почти на каждом торговом, да, есть как минимум 4 охранника с стволами, ни с одной обоймой магазинов. Вот. Поэтому подходить на маленькой лодке там в светлое время, к большому кораблю, когда с мостика можно их обстрелять просто из одного ствола вообще. На раз застрелить. Потому что огонь сверху, понятно, везти намного удобнее. Поэтому таких безумцев уже почти не осталось. Вот. Это что касается именно захватов. А сама ситуация в самом Сомали, да, ну, для такой нищей страны, естественно, она ненормальная, да, там. Нищета страшная. Я как бы ещё не встречал такого нигде, да. Люди ходят там в рванье. Вот. Сам город не выходил, но именно работяги там, ну, понятное дело, там ни касок, ничего нету. Чуть ли не босиком они там, не чуть ли они там босиком реально работают. Большинство. Вот. Едят зелёную траву и всё у них хорошо, улыбаются. Ну, понятно, что они образованные там почти все. Большая часть населения, да. Поэтому и появились вот такие пираты. Тем более расположение очень удобное. Там такой трафик судов идёт. И не воспользоваться этим, я думаю, было бы глупо. Учитывая их обстановку, да, в стране. Ну, возили мы им еду туда, снабжением. Они были очень довольны. Очень приветливый народ. Позитивный. Вот. У меня есть фотографии, но как бы не получилось вернуться туда снова, да, на контракт. Хотел сделать реально интересный фильм. Именно про Сомали. Но, как будет возможность, мы туда попадём когда-нибудь ещё. И сделаем продолжение сегодняшнего ролика. Вот. Ну всё. Не будем затягивать съёмку. Спасибо за внимание. За понимание, надеюсь, да. До скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»